носки с подогревом и ходить мы больше просто так не будем быть how much is the fish ческие яйца где неорганические у кого неорганические скажите так сейчас мы с тобой куда-то доедем ой а тут как будто бы мозги смотри что 5 30 утра и мы собираемся ехать в австрю сегодня посетим прекрасный город вена ваша собака не понимает что происходит у вас совсем мало времени мы шагаем к автостанции идти нам еще минут десять погода отличная не очень жарко но и не холодно и вообще мы взяли разные комплекте одежды вот рассказывает и носки с подогревом вот нет это как раз я забыла к сожалению как ты забыл это твои за да 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 точно болен ну вот следующий раз это они уже пьет чай бедная ты замерзла просто пить хотелось вену мы комфортно добирались на автобусе фликсбаз удобное кресло вай фай и туалет в каждом автобусе это довольно бюджетный способ путешествовать по европе от нитры город где мы сейчас живем добраться до вены занимает чуть больше двух часов словакия и австрия соседи столицы этих стран настолько рядом что как мы слышали некоторые словаки ездят на работу в австрию а живут в словакии пишут что даже трамвай ходил из предиславы до вены когда-то очень давно наша первая точка карте автовокзал вены первым делом идем покупаем билеты на целый день где не ходим пешком то что 20 минут вроде как бы пройти недалеко 40 почти тоже на 40 минут прошелся потом страдаешь и гуляешь и ходить мы больше просто так не будем будем ездить на транспорте здесь прекрасно развита система общественного транспорта билеты как мы убедились можно купить в автоматах на станциях метро и трамвая и ки-ки-ки-ки-ки-ки-лис фурт-рибсон и вена 24-8 к 3-24 евро со чеколок вот по я вот такие вот или есть еще несмотря на отсутствие турникетов поездка зайцем не наше вариант штрафы за проезд без билета высокие что делают опытные путешественники в начале маршрута правильно завтракают иначе путешествия превращаются в нылый и голодный поход мы выбрали кафе где бабушки и дедушки готовят и встречают гостей обстановка здесь домашняя а посуда и подачи блюд особенная забота и вниманием пришли на завтрак очень интересное кафе ты покупаешь пакет на какое-то количество минут но выбирая там завтрак десерт или просто напитки и в этот пакет входит глюзимитное количество напитков так ну и что завтрак мы получили довольно скромный этот завтрак миссис лад стоит 14 си я могу заказать несколько лад здесь работают пожилые актанты и целом концепция про то чтобы уважать и взаимодействовать с пожилыми людьми приветствовать сообщение между поколениями соответственно очень интересно и интерьер интерьер такой как будто бы реально у бабушки у гостя короче было вкусно душевно атмосфера мне понравилось хотелось бы чтобы там было побольше короче нормальный завтрак перекусили живые здоровые здоровая еда органические яйца где неорганические у кого неорганические скажите после такого завтрака нам по силу любые вызовы культурной программы вены и первым вызовом для нас будет бель ведер можно много раз услышать про это место но совсем другое это прогуляться по ухоженным лужайкам дворца и обязательно посетить сам музейный комплекс билета теперь от февралых билеток давай каэзис на этот верхний бель ведерство да 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 регуляр все идем тогда для увлеченных живописью искусством такое посещение может занять часов пять мы посетили все выставки верхнего бель ведера и оценили лучшие работы густого климта одна из самых ярких известных картин поцелуй исполнена с применением настоящего золота белиссимо маэстро нет лучше вундер бар находясь в вене хочется бесконечно повторять эти слова особенно когда гуляешь по старинным кварталом города красота вокруг и на каждом шагу галерея альбертина шедеврами готический собор святого стефана величественный хофбург повсюду какая-то абсолютная и возвышенная красота хочется попить водички и успокоиться немного кстати вода питьевая в этих фонтанчиках прямиком с альпийских гор и это позволяет сэкономить несколько евро за день ведь они могут понадобиться вам в туалетах тут даже в макдональдс у вокзала туалеты платные пол евро за посещение недалеко от площади святого стефана наткнулись на необычный h&m внутри неожиданно было увидеть парадную лестницу с прошлого века сияющие пафосные люстры и главную особенность магазина это старинный винтажный лифт давай так сейчас мы с тобой куда-то доедем пожалуйста так и не все мы приехали шопинг мы в этот раз пожалуй пропустим так как просто нет на это лишних сил если появилось желание съесть что-то вкусное то вине есть выбор на любой вкус за десертами можно постоять в очереди в легендарную кондитерскую земель от самого создателя торта захер а можно постоять в очереди в централь кафе где свои дерзкие мысли обсуждали троцкий ленин и зигмунд фрейд нам же требовалась порция чего-то горячего и сытного и желательно без очереди и на помощь приходит местный фаст-фуд есть обычные есть пафосные на любой вкус пробуем локал тут давай давай пробуешь жирная сыром и жиром а картоха кетчуп майонет конечно да но выглядит так прям свежо вкусно аппетитно надо попробовать вкусно вкуснее чем бургер кинг или кепси но блин это бедная еда много ее не съешь следующая наша остановка музей естественных наук если надо было бы познакомить инопланетян с нашей планеты то мы бы точно повели их сюда такого разнообразия видов и разновидности организмов на земле в одном месте мы еще не встречали how much is the fish красивые страшные большие и маленькие милые и устрашающие все это про нашу планету аня это мозг глупого человека нет это по-другому человек который читает хорошие книги человек который читает о фанфике человек который смотрит тик-тук скучает тут не получится ведь в музее есть много интерактива ты чё там делаешь и что там греешь что ли и здесь же находится уникальнейший экспонат венера виллендорфская последнее время ставшая еще более известны stop looking at the venus of the land of in that way молодой папа наш любимый сериал все хорошо да ты хорошо понял да и еще хочешь аня пора бежать как жаль что ничего отсюда не взять с собой в качестве сувенира ну лучше мы отправимся в сувенирную лавку что находится неподалеку от известного дома архитектора хундер твассера частичка барселоны в центре вены очень неожиданно от такого необычного дома ощущение как вались из-за зеркалей или как в старинном парке аттракцион вене как раз есть такой это небольшой городской парк с необычным колесом обозрения где вместо тесных кабинок большие и просторные похожие на вагончики есть и другие аттракционы где можно испытать вестибулярный аппарат кое-кого пришлось поуговаривать но в итоге у нас такие забавные кадры вошли не 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 Продолжение следует... Продолжение следует... После такого приключения можно было бы еще куда-то поехать, но автобус ждать не будет, поэтому нам пора возвращаться. Одного дня абсолютно точно не хватает на все достопримечательности Вены, и мы обязательно сюда вернемся. Но первые впечатления восхитительны. Вена действительно оказалась для нас изысканной, вдохновляющей, аристократичной и старинной столицей Австрии. Ауфидер Зейн! Еще увидимся! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...